Здравствуйте! Сегодня решил показать вам свой вариант точилки для ножей и ножниц. С недавнего времени я начал заниматься резьбой по дереву. Заточка инструмента является очень важной темой в работе резчика. Естественно, при изучении информации по данному вопросу, я не мог пройти мимо заточки ножей. Эта тема меня тоже заинтересовала, и я решил собрать точилку своими руками. Вот такая штуковина у меня получилась. Собиралась она из того, что попалась под руку в гараже. Единственное, я заказал на Алиэкспрессе бланки с алмазными вставками для точилок типа Apex. Взял три камня на 240 грит и еще три разной зернистости на 600, на 1000 и на 2000 грит. Пробовал я делать бланки с использованием наждачной бумаги из автомагазина, но мне не понравилось, что они очень быстро изнашиваются. Также нет особого доверия и китайским камням. А вот алмазы вполне устраивают. Работают быстро, износ минимальный. Для бытовых ножей лучше и не надо. А теперь покажу процесс сборки. Выпиливаем основание из куска ламинированного ДСП толщиной 16 миллиметров. Затем пилим детали из фанеры толщиной также 16 миллиметров. Кому интересно пила, на которую я все это пилю, заходите в гости на YouTube канал, там есть еще много интересного. Вот такие детали в итоге получились. 100 на 80 миллиметров, 60 на 80, 80 на 80, вторая 80 на 80 и косынки с короткими сторонами также 80 на 80 миллиметров. Основание четыре становятся 80 миллиметров. Размечаем детали для сверления отверстий. Попутно изготавливаем шарниры для полочек из рояльной петли. Режем болгаркой отмеченные части. Также изготавливаем упор для ножа. Как назло, не нашлось у меня подходящего куска пластмассы или оргстекла, поэтому сделал его из металлической пластины толщиной 2 миллиметра, размером 30 на 80 миллиметров. Отступаем от края 10 миллиметров и насверливаем отверстие сверлом на 6. Протачиваем полость кругом напильником. Прикладываем пластину к заготовке и отмечаем отверстие под прижимные болты. С обратной стороны устанавливаем мебельные врезные гайки под болт М6. Также размечаем отверстие для вставки неодимовых магнитов. Можно было обойтись и без них и сделать прижимную планку, как на китайских точилках, но раз уж они были у меня в наличии, то я решил их внедрить в точилку. Кстати, подобные магниты можно достать из старых дисководов и винчестеров. На данную тему есть много информации в интернете. Разметил изначально отверстие под три магнита, но практика показала, что лучше поставить пять. Теперь сверлим размеченные отверстия. Затем устанавливаем петли. Устанавливаем получившуюся конструкцию на основание. Нужно отступить от края основания миллиметров тридцать, чтобы осталось место для крепления струбцин или саморезов. В детали 100 на 80 сделал две полости под фиксирующие болты. Процесс такой же, как при изготовлении металлической опорной планки, поэтому не стал его снимать. Теперь в разложенном состоянии отмечаем места, где будут сверлиться отверстия под фиксирующие болты. Также с обратной стороны установим мебельные врезные гайки под болт М6. У меня ножек на точилке не будет, поэтому сделаю потай под врезные гайки. Нашлась у меня вот такая хитрая фреза на 25 миллиметров, вот я и сделаю потай. Собираем окончательно всю конструкцию. В общем, вот такая получилась точилка. Я уже попробовал заточить на ней пару ножей. Для удобства нанес разметку под основные углы. Также сделал отверстия в торцевой планке пониже. Это позволяет точить ножи на более острый угол. Про сам шток для крепления камней рассказывать особо нечего. Конструкция очень простая. Взял шпильку М8 длиной 600 миллиметров. Вырезал из березы рукоятку. Просверлил в ней отверстие и посадил ее на суперклей. Далее воткнул пружинку. Вырезал два кубика из березы. Потом заменю их на текстолит или алюминий. В них просверлил отверстие. Так, чтобы один кубик ходил свободно, а второй в натяг накручивался на резьбу. Сделал в них вырезы для крепления бланков с абразивом. Для надежности добавил гайку М8 и на свободный конец надел термоусадочную трубку, чтобы закрыть резьбу. В общем, ничего нового я тут не придумал. Работает это так. Одной рукой оттягиваем кубик, второй вставляем бланк с абразивом. И все, данный элемент готов к работе. Ну а теперь покажу, как происходит сама заточка. Ложим точилку на стол и фиксируем струбцинами. Если есть резиновые ножки, то можно и не закреплять, никуда она не денется. У меня стол рабочий в гараже и я по-простому прикручиваю ее на саморезы. Выставляем угол для заточки. Ножик буду точить дешевенький, китайский. Сталь на нем скорее всего не очень, поэтому затачивать буду на 40 градусов, то есть по 20 градусов на сторону. Устанавливаем упорную планку, по максимуму сместив режущую кромку к торцу наклонной полки с магнитами. Для работы с алмазным абразивом я использую обычное вазелиновое масло, которое продается в любой аптеке. Рядом кладу тряпочку для протирки ножа и абразива. Приступаем к заточке. Капаем пару капель масла на абразив, растираем пальцем и точим. Начать я решил с абразива в 600 грит, так как на этом ноже уже была сформирована режущая кромка под похожий угол и нет глубоких зазубрин. В противном случае я бы начал с абразива в 240 грит. Таким образом протачиваем нож с одной стороны, затем протираем и укладываем на другую сторону. Чуть-чуть добавляем масла на абразив и протачиваем вторую сторону. Устанавливаем следующий абразив в 1000 грит. И повторяем операцию, но с каждым последующим разом сокращаем количество возвратно-поступательных движений. Можно также на каждом последующем абразиве менять направление заточки. Допустим, на 600 грит точили от кончика к рукояти. А на 1000 грит точите от рукояти к кончику ножа. Таким образом вы сможете наблюдать за тем, как идет переточка. И по отблеску на кромке будет видно, нужно точить дальше или уже можно сменить абразив. На 2000-м алмазе я уже начинаю совершать проточку камнем только в направлении от себя. Чтобы не растягивать заусенец, а как бы подрезать его. В самом конце на 2000-м абразиве несколько раз переворачиваю нож и делаю по 5-6 проходов камнем для окончательного восстановления режущей кромки. Все, нож в принципе заточен. И для домашнего использования вполне пригоден. Хотел я еще изготовить бланк с кожаной основой, чтобы делать финишную полировку с пастой Гои, но в гараже не нашлось кусочка кожи и я оставил это дело на потом. Есть еще вот такой самодельный нож из стали 40Х13, рукоять из рога лося. Он по неведомым мне причинам был заточен варварским способом на очень крупном абразиве и сейчас я выведу на нем новую режущую кромку. У этого ножа имеются спуски на клинке и его заточка происходит хитрее. Он укладывается на магниты именно спуском, поэтому угол заточки выставляется по-другому. У меня на телефоне есть программа угломер как раз для заточки ножей. Ставим телефон на стол, обнуляем показания. Теперь ставим его на плоскость спуска. Получаем 21 градус. Поворачиваем на плоскую часть, выходит 29 градусов. То есть угол спуска составляет 8 градусов. Выставляем на шкале точилки 25 градусов. И в итоге получаем 17 градусов на сторону. То есть угол заточки ножа будет примерно 34 градуса. Меня это вполне устраивает. Поэтому, чтобы долго не выебываться, заточу нож под этот угол. Режущую кромку помечаю черным маркером, чтобы лучше контролировать ее формирование. И далее повторяется процесс заточки как на предыдущем ноже. Только начинаем с 240 Бразила. В итоге получаем вот такой результат. Волосы бреет, газетки режет. Остались конечно царапины на клинке от предыдущей заточки. Но у меня была задача заточить нож. А восстановление его поверхности это уже совсем другая история. Далее покажу как на этой точилке можно подточить ножницы. Опять же для бытового использования. Бумагу порезать, провода перекусить и тому подобное. Парикмахерские ножницы в таких условиях и с таким инструментом можно только испортить. Короче, переставляем точилку так, чтобы слева от нее было место для свешивания рукояти ножниц. У меня свет и камера направлены на центр стола. Поэтому, чтобы все это хозяйство заново не перенастраивать, установлю точилку здесь же. Вот такие ножницы я нашел в гараже. Старые, почерневшие. Бумагу они совсем не режут. Попробую их подточить. Устанавливаем ножницы на точилку. Берем 240 абразив и начинаем настраивать угол заточки. Точить лучше под тем углом, который был у ножниц завода. Поэтому, чтобы было лучше видно, помечаем режущую кромку черным маркером. Проводим абразивом по кромке и смотрим на блеск. Корректируем угол до того момента, пока абразив не начнет снимать металл по максимальной площади режущей кромки. Далее смазываем абразив и производим заточку аналогично заточке ножа. Правда, точить лучше движениями только от себя, чтобы исключить возникновение заусенца. Вот такая получается режущая кромка. Если у вас нет специальных камней или инструмента, то трогать плоскость прилегающую к режущей кромке я вам не рекомендую. Можно просто завалить плоскость и ножницы будут резать очень плохо. Ну, а эти ножницы начали резать бумагу и это уже очень хорошо. В итоге я заточил с помощью этой точилки несколько ножей и пару ножниц. И остался очень доволен полученным результатом. Я не профессиональный заточник, а для домашнего инструмента такой заточки вполне достаточно. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока!